Добрый вечер, 20.05, ровно 20.05 в Москве, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Начать я хочу с одной из московских загадок. Очень долго меня волновала одна надпись на набережной Москвы-реки, на стрелке Москвы-реки, вот напротив Золотой Мили, там где Красный Октябрь. И там на набережной была такая большая надпись, сейчас есть «Из ресторанов в космос не летают». И вот я, проезжая по набережной, всегда интересовался, почему эта надпись, для чего она, для кого написана. Потом я узнал, что это, оказывается, цитата из Юрия Гагарина «Из ресторанов в космос не летают». Ну вот, видимо, как-то это было сказано, что для того, чтобы полететь в космос, нужно какую-то другую подготовку, не такую расслабленную, какое-то ресторанное времяпрепровождение. Ну, в результате, вы знаете, я задумался, а почему в самом деле из ресторана не влететь в космос? Если ты прекрасно совершенно поел, если ты съел там что-то такое чрезвычайное, после чего тебе хочется выйти на улицу и взлететь, вздохнуть и взлететь, как в картине Марка Шагала. Так что вот давайте поговорим о том, как из ресторана можно улететь в космос. Хотелось поговорить мне о ресторанном буме в Москве, потому что не раз преддоводилось читать вот такие вот выражения в таких словах. Так вот, существует ли такая вещь, как ресторанный бум в Москве? Что он из себя представляет? Что вообще из себя представляет московская ресторанная сцена? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это ресторатор Галина Дувинг. Добрый вечер. Добрый вечер. Ресторанный обозреватель газеты «Коммерсант» Дарья Цивина. Добрый вечер. Добрый вечер. И Максим Ливси, основатель фермерского проекта «Ферма at Home», совладелец ресторана «Фармерс Дайнер». Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Ну вот, первый вопрос. Собственно, все, что мне доводилось читать о ресторанном буме. Это как? Такое журналистское преувеличение? Или Москва действительно один из таких ресторанных центров вселенной? Дарья, может быть? Да, да, вы как обозреватель. Я вас как-то человек, уже много лет читающий. Это не мой термин. Я не писала никогда о ресторанном буме. Я считаю, что идет поступательный процесс, многолетний, многотрудный, проходящий различные этапы. Сейчас очередной этап. Но никакого такого всплеска буйного именно бизнеса, развития ресторана, лично я не наблюдаю. Товарищи меня поправят. Насколько Москва вообще обеспечена ресторанами на душу населения, если смотреть по меркам больших мегаполисов? На мой взгляд, если как бы сопоставлять количество ресторанов и платежеспособность населения, то вполне неплохо у нас все по сравнению с другими городами. Если просто в численности сравнивать, то, конечно, их меньше, чем в других мегаполисах. Наверное, больше и не нас. Я всегда ставлю другую точку зрения. Я считаю, что у нас чрезвычайно мало ресторанов. И я считаю, что доказательством моей позиции является то, что я живу на Прынской набережной. Вы начали нашу передачу с моего совершенно любимой надписи, если они из ресторанов в космос не летают. И чтобы ее опровергнуть, я назвала свою ресторанную компанию «Ресторанный космос». И более того, у меня на руке есть татуировка космическая, потому что я реально очень хочу полететь в космос и уверена, что именно из ресторанов в космос летают. А, кстати, про эту надпись. Вы не знаете, кто ее вывесил? Это какой-то, так сказать, арт-объект или что это? Сначала я так и подумала, что это арт-объект, поскольку мы знаем, что на Красном Октябре рядом находится ряд галерей, которые могли бы себе вполне позволить этот прекрасный надпись и совершенно нетипичное для Москвы высказывание. Потом, так как я так же, как и вы, каждый день езжу туда по набережной, мне показалось, что это ближе к серебряному дождю. Сейчас у меня такое ощущение, что уже ее ресторатор, наверное, повесили. То есть слишком много людей ее правильно понимают и по-своему любят очень много людей ее. Что касается ресторанов, вашего вопроса, я уверена, что ресторанов мало. По простой причине. В моем районе, я живу на Фрунзенской набережной, мне абсолютно некуда пойти. Притом, некуда пойти не потому, что не нравится качество этих ресторанов, а их в буквальном смысле нет. То есть есть целые кварталы, жилые кварталы, при этом центры города, в которых нет ресторанов. До тех пор, пока они там не появятся, я буду считать, что ресторанов в Москве не хватает. Там же эти поплавки у вас вроде пришвартованы. Да, бесконечное количество пришвартованных поплавков. Которые имеют всегда резко специальную направленность. И эта направленность либо национальные рестораны, либо это игровые комплексы с возможностью сделать ставки в ряде спортивных мероприятий. Ни то, ни другое не может устроить меня для завтрака, обеда, ужина или спокойного питья и кофе с друзьями при внезапных встречах. И вообще считаю, что до тех пор, пока из четырёх стоящих рядом домов у нас негде будет зайти внутри и выпить кофе, до тех пор я буду говорить, что ресторанов в Москве не хватает. Это вопрос о том, каких не хватает. Каких не хватает. Хороших или плохих. Пунктов питания. Вы знаете, да, здесь соглашусь с Галиной, что вот это вот рестораны на квартале, когда ты просто можешь накинуть плащ и выбежать из дома, так сказать, выпить кофе с круассаном или просто съесть вкусный пирожок какой-то или суп в обед и забежать домой. Что надо обязательно куда-то идти и куда-то ехать. Конечно. И более того, большинство потенциальных предложений от потенциальных инвесторов по открытию ресторанов с этой фразы начинается. У нас нет хороших ресторанов. Другой вопрос, что у каждого потребителя своё представление о формате ресторана, в котором он нуждается. Но тем не менее, я убеждена, что их мало и должно быть больше, они должны быть разнообразнее. А каких-то, может быть, и меньше. А каких-то меньше. Вот вы знаете, очень да, вы точно выводите на какую-то тему, потому что вот у меня, как у среднего ресторанного потребителя, я не скажу, что я вот так хожу по такому, особенно верхнему ценовому сегменту, вот скажем, то, что вы, Дарья, описываете в ваших рецензиях, но в основном, так сказать, моё потребление ресторанное ограничивается чтением такого рода рецензий. Потому что, ну, нечасто можешь себе позволить пойти, так сказать, учитывая московские цены, вот в эти самые рестораны. Ну, я полностью разделяю, я тоже вообще не хожу в рестораны, уж тем более бы, даже если бы у меня были другие доходы, вряд ли бы я ходила в те рестораны, на которых пишу, но просто это уже, так скажем, условия нашего... Рынок, да, рынок наш такой, да. И газета имеет определенную аудиторию читательскую, мы на неё ориентируемся, на их как бы вот... Вот это, что меня больше всего интересует, рынок, он перекошен в сторону дорогих ресторанов? Мне кажется, очень перекошен. В сторону статусного потребления еды? На мой взгляд, просто уродливо перекошен. Для этого есть одно очень простое объяснение, господа, и как бы мы с вами не дискутировали о том, что нужно делать меньше цены, до тех пор, пока в городе Москва будут подобного рода арендные ставки, мы будем иметь с вами такие цены. Цена определяется арендной ставкой, и в настоящий момент выдержать подобного рода арендные ставки могут себе позволить только ресторанный бизнес и банковский. Ну да, собственно, поэтому, как мы видим всё это. Максим, а для вас вы тоже чувствуете вот этот вот перекос московской сторону, так скажем, дорогой, статусной, символической еды? Ну, я могу сказать, что у нас недостаёт ресторанов, как во всех туристических меках мира, ресторанов на каждый день, потому что мы там с семьей ходим в ресторан три раза в день, наверное. Там завтракаем, обедаем, ужином. Это не из-за того, что мы не любим готовить, мы любим готовить, но как раз, если 10 лет назад мы ходили раз в неделю в ресторан, то сейчас, спустя 10 лет, мы раз в неделю готовим что-то дома, и к нам приходят гости. А почему темп жизни так убыстрился, и все заняты так? Ну, во-первых, да, действительно, чтобы что-то приготовить, для этого надо время. Во-вторых, готовить дома дороже, чем есть в ресторанах, я считаю. Ну, во всяком случае, если это относится к демократическим... Я не согласна категорически. Ну, я, может, хожу по другим заведениям просто, потому что... Может быть, вы готовите дома из таких продуктов? Даже страшно представить. Возможно, да, да, да. Я просто готовлю из своих продуктов, они у меня не дешевые, потому что они выращиваются в России. Вот. И, в-третьих, совершенно там мне не устраивает количество ресторанов в Москве, которые... Событийные рестораны, которые еще там с начала нулевых, с 90-х тащатся там, вот ты пришел туда отпраздновать выход на пенсию, день рождения, юбилей, свадьбу. Вот, сударь-сударыня, у нас таких ресторанов предостаточно. У нас мало ресторанов, которых можно приходить там 4 раза в день, и тебя там никто не удивится, что ты опять-таки пришел. И когда такие рестораны открываются, они становятся событийными, причем вне зависимости от их чека, да. Вот, допустим, живой пример, открылся на Патриарше, просто в районе там мы живем. Ресторан «Вильямс». Он не сильно отличается от цен с дорогими ресторанами. Из-за того, что там уместно сидеть на ступеньках в джинсах, там, попивая вино. Выйдя из Мазерати при этом. Или из... Или приехав туда на велосипеде. Ягуара. Или приехав туда на велосипеде. Ягуар из соседнего квартала, да. Ну, велосипед, я все-таки имею в виду, что у тебя... Вильямс такой передергивый. Ягуар где-то все-таки есть. Ну, конечно. Чисто-чисто велосипедисты. Ну, конечно, я могу сказать... Пляж это отдельная вообще резервация. Ну, окей, возьмем тогда Бруклин, Вильямсбург, да, Манхэттен. То есть Манхэттен, Нью-Йорк. Там тоже в ресторанах я не могу сказать, что существует, бытует мнение, что там все 5 баксов, там ничего нет, 5 баксов. Там все равно обед стоит где-то в районе 50 долларов, да, с чаевыми, потому что чаевые 20%. При этом нет такого, там, кто вас ожидает, чего изволите, сколько вас будет. Вот это не желаете ли чайную карту, там. Максим, а ты вообще желаете? Вот меня это слово не знаю, как вас, когда я прихожу. В последний раз, господа, это услышали. Это какая-то... Вот надо поискать такие рестораны. Не знаю, очень часто я захожу, чего желаете. Я говорю, вы знаете, я не желаю. Я хочу, я хочу съесть то-то и то-то. Кто вас ожидает, я нигде не слышал, что такого не говорили в ресторанах. Даже в ресторане, по-моему, Му-му уже говорят. Кто вас ожидает. Прекрасная формулировка, когда уже подойдутся. Надо отвечать, меня ожидает Герасим. Говорят, наслаждайтесь. Наслаждайтесь. Я уже как-то приятшучился. Я подпрыгиваю очень часто. Ожидает хорошего обслуживания, вкусная еда. Ну, люди не лечатся. Кто-то привез эту моду в Москве. Вот это вот... Да никто не привез, это наш менталитет. Лакейская какая-то. А вы знаете, вот это, да, главное, о чём я хотел поговорить. Вот откуда, мне кажется, свои теории поделюсь. Это идёт. Это идёт всё, конечно, из советских времён, когда поход в ресторан был огромным выходом в свет. Когда человек ходил в ресторан раз в месяц, два раза в месяц. Он одевался, он повязывал галстук, желая надевала платье. И вот люди шли, угуляли на все деньги, и потом, чтобы упасть мордой в салат, и чтобы играл оркестр, как Калина Красная, забег в ширину. Вот этот поход в ресторан был таким забегом в ширину, шукшинским. А сейчас у нас вот это вот осталось. И, по-моему, до сих пор люди ходят в ресторан очень часто. Не просто, потому что у тебя есть полчаса свободного времени, час свободного времени, и нужно поесть. Или что-то, так сказать, там вечером нету сил готовить, нету времени готовить, ты пошёл в ближайший ресторан. Потому что это событие. И вот рестораны наши предлагают какую-то событийную программу. Тебя встречает хостес, тебе даёт меню толщиной с «Войну и мир», где там блюда расписаны какими-то вообще литературными наименованиями. И так далее. Играет какая-то музыка, телевидение, программа, курит кальяны, поёт караоке. Да зачем мне всё это? Я поесть пришёл. Ну да, вам совершенно это не очень, поэтому приходите в другие заведения. Мне, честно говоря, вот уже я на рынке рестораном с 98-го года, и первый свой ресторан открыл в 98-м году, сейчас у меня 9 ресторанов, и последний открыл в этом году. В смысле, в прошлом году, и в этом году открываю новое. Господа, то, что вы говорите, я считаю настолько устаревшим. Просто поменяйте локейшн и зайдите направо, если вам не нравится, налево. Я вижу гостей в своих ресторанах, если я намеренно строю ресторан по типу остырей, то я вижу гостей на завтрак, на обед и на ужин. Более того, гости приходят в домашних тапочках, спускаясь сверху в ряд моих заведений. Более того, недалеко сегодня, сидя в центре зала... Ну же прорекламируйте, в какое заведение прийти в тапочках. Ну, например, остырию Джузеппе, находящись на первом этаже жилого дома, люди в буквальном смысле ходят в тапочках, включая сегодняшний день, хотя сегодня минус 20. Это где? А если вы... Театр Советской Армии. Театр Советской Армии. Дома выглядела так, как ранее ходили в театры. И было чрезвычайно приятно видеть как раз эту пару среди джинсовой молодёжи, говорящей на всех языках мира, и бизнесменов, которые вот сейчас спустились, и по дороге домой сбежали, и тут быстро что-то перекусили, и так далее, и так далее. Поэтому у меня люди, которые продолжают видеть в походе в ресторан некое событие, они для меня настолько редкие, настолько значимые гости, они задают определённого рода планку, что вовсе не означает, что позволено приносить им толстый меню или обслуживать другими словами, чем соседей. Поэтому мне кажется, господа, что попытка говорить вот в таком же тоне о ресторанном бизнесе, как это было в 98-м, и потом в 2001-м, в 2003-м, всё очень серьёзно изменилось. У нас вокруг масса прекрасных ресторанов, которых действительно поесть можно часто и дешево. Ну вот в какую сторону изменилась наша ресторанная реальность, поговорим после короткого перерыва на рекламу. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев, и гости наши сегодня — рестораторы и ресторанный обозреватель. Это Галина Дувинг, ресторатор, остырия, баба марта, винотека, диссидент, Максим Ливси, основатель фермерского проекта «Ферма-at-home», совладелец ресторана «Фармерс Дайнер», и Дарья Цивина, ресторанный обозреватель газеты «Коммерсант». Зачем люди ходят в рестораны? Зачем вы ходите в рестораны? Устраивают ли вас московские рестораны? 65 10 99 и 6. Телефон студии прямого эфира. Позвоните нам и скажите, устраивают ли вас московские рестораны? Если не устраивают, чего вам в них не хватает? 65 10 99 и 6. Код Москвы 495. Я хочу спросить вот, что, почему все-таки в московских ресторанах такие высокие цены? Если смотреть уровнем... То есть мне кажется, что цены в наших ресторанах, они выше нашего уровня жизни, да? То есть они как бы этажом выше. Но то же самое, как, мне кажется, стоимость автомобилей на московских улицах, она превышает разумную сумму, которую можно тратить на средства передвижения. Я вот всегда удивляюсь, откуда у людей эти деньги? Вот я еду. Ну да, то есть... Просто поразительно. Как бы уровень автомобиля не соответствует уровню жизни. И мне кажется, что то же самое, вот уровни цены в ресторанах не соответствуют уровню жизни. Как вы считаете? Ответ номер один — это арендная плата, господа. Да, он тоже говорил. Но поверьте мне, что... Я буду на этом наставить, потому что я пережила еще государственную аренду в Москве в 98-м году. Сейчас арендная плата за один квадратный метр ряда моих помещений составляет 3,5 тысячи евро. Второй момент. 3,5 тысячи евро за метр в год. Далее. Кроме арендной платы, рестораторы вынуждены работать на западных продуктах. Об этом можем поговорить чуть позже. Почему вынуждены? И при каких объемах они вынуждены? Западные продукты и цены на западные продукты сообщает нам опять-таки государство через свое налогообложение и так далее, и так далее. До тех пор, пока ситуация не изменится с арендной платой и со стоимостью базового начального продукта, до тех пор, к сожалению, нам придется это все оплачивать. Цены будут такие. 65, 10, 99,6. Устраивают ли вас московские рестораны? Часто ли вы ходите и чего вам в них не хватает? Елена на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень интересная передача. В общем-то, являюсь активным слушателем финансового фонда. Хотела просто сказать свою позицию. Собственно говоря, достаточно, в общем, наверное, расхожий у меня доход. То есть я имею в виду, что не могу сказать, что я принадлежу к совсем низшему сословию. В том смысле, что, допустим, у нас доход на семью где-то 150 тысяч. При этом, при всем, я не могу сказать, что мы постоянно ходим в рестораны. То есть, ну, периодически мы с друзьями можем в какой-нибудь там пятницу вечером просто пойти в сеть или там фантоцы, или пронто, или ниоки. Вот такого плана. Сетевые какие-то ресторанчики. Там что-то просто пиво, пицца, там что-нибудь такое. Не могу сказать, что очень с утра до ночи наестся. Просто чисто пообщаться. Не более того. Сегодня вот я обедала, опять-таки, вот в ниоке. Но я могу сказать, что это я зашла, потому что вот так вот случилось. А вообще вот каждый день, вот как сказал один из ваших гостей, поужинать, позавтракать, пообедать, мне кажется, никакого бюджета не хватит. Кроме всего прочего, мне кажется, обычному человеку вполне можно наесться и гречневой кашей с молоком. И это будет явно дешевле, чем поужинать в ресторане. Ну, понятно. А каких вам вот хотелось бы ресторанов? Какие вам хотелось бы видеть рестораны в Москве? Куда бы вы могли бы ходить чаще? Это для вас ценовой вопрос? Ну, наверное, это вопрос цены прежде всего, потому что понятно, что как бы вот если мы говорим о том, что должна быть доступность, то понятно, что доступность, она прежде всего, наверное, определяется ценой тоже. Понятно. Понятно, что качество продуктов, потому что, ну, в Макдональдс я не хожу. Соответственно, конечно, хочется нормальной, здоровой кухни человеческой. Вот. Понятно, что это все-таки. Спасибо. Напоминаю, телефон 651099,6. Устраивают ли вас московские рестораны? Если нет, чего вам в них не хватает? Ну вот, возвращаясь к вопросу цены. А продуктовая база? А вот говорите вы, Галина, что должны быть привозные продукты. Вот, Максим, а вы пытаетесь обратное доказать? Я сказала, что не должны, я сказала, что приходят. Приходятся, да. А вот должны, а не были бы быть иными. Насколько, насколько реально основать ресторанный бизнес полностью на местной базе, на российской базе? Ну, так как мы уже порядка, там, трех с половиной лет поставляем продукты, которые производятся в радиусе 300 километров от Москвы, у меня есть некий опыт. Значит, основные наши потребители, это, конечно же, частные лица, там, семьи, со средним доходом и выше. Также это частные детские дома и ряд ресторанов. Рестораны никогда у нас не берут базисные продукты, потому что они просто для них либо, а, дорогие, да, если брать картофель и так далее, либо просто с ними не так удобно готовить, не так удобно работать шеф-поварам, как, скажем, с новозеландским мясом. Поэтому рестораны берут, скорее, фермерские продукты для какой-то имиджер-составляющей, чтобы сказать, что они используют в своем меню фермерские продукты. Это, может быть, варенье из еловых шишек, да, или какие-то шоты из ряженки на утро. Но это действительно дорогие продукты, ну, честно, ну, грубо говоря, сколько стоит, там, не знаю, в Ашане килограмм картофеля, там, я догадываюсь, что рублей 16, да. Ну, дешевый, да, там, есть импорт, да, рублей 30. У меня картофель стоит 120 рублей килограмм. То есть, если это брать для семьи, и я знаю, что этот картофель выращен, там, под моим мониторингом, и он выращен здесь, то я могу себе позволить 2 килограмма картошки на семью взять. Если брать в каких-то ресторанных масштабах, промышленных масштабах, то это косты сразу завышаются вверх, это для ресторана просто банально дорого. Когда это у нас станет более массовым, да, потому что я действительно дорого это закупаю. Не то, что я хочу, там, в 10 раз увеличить цену и перепродать. Я закупаю картошку по 45 рублей, по 50. У меня ее логистика, и поэтому я меньше 120 рублей не имею права ее продавать. Но она у нас просто дорого обходится в радиусе 300 километров от Москвы. Это та же причина, по которой, собственно, в магазинах, я вижу, мы едим, там, я не знаю, арабскую картошку, вьетнамские огурцы и израильские помидоры. Ну, грубо говоря, да, да, но если вы поедете, там, по той же самой трассе куда-нибудь в деревню, и купите у бабушек яиц, то они все равно дешевле, там, 70 рублей за десяток вам не продадут эти яйца. Вот. А если вы пойдете, там, в какой-нибудь оптовый магазин, где этих яиц, там, тоннами привозят из заводов, да, то эти яйца можно купить и по 20. Ну, понятно, экономика, экономика масштаба. Вот. Поэтому, действительно, то есть даже в наших проектах, каких-то там и в Вильямсбург, и фермы, и когда мы делаем большие кейтеринги, мы стараемся что-то использовать фермерское. Ну, допустим, там, мы поставляем большое количество мяса, да, хорошего. У нас есть обрезки, мы их перерабатываем, делаем из них фарш, прессуем котлеты для тех же самых бургеров. Но, вот, признаюсь честно, там, в ресторане Farmer's Diner, все полностью нам не удается использовать фермерские продукты, потому что, как правильно сказали, у нас дорогая аренда, да, мы вот рядом сидим, мы тоже сидим на Белой площади, у нас безумно дорогая аренда. Вот. При этом мы держим очень низкие цены, то есть у нас стоит поесть в обед 350 рублей, а так рублей 700. За счет большой проходимости мы стараемся это держать. У нас очень достаточно большие зарплаты, просто зарплаты, там, поваров, там, официантов и так далее, у всех большие зарплаты. Ну, и главное, ну, еще разумеется, что у нас дорогие деньги. Ну, да. Дорогое плечо, поэтому все рестораторы пытаются, как бы, вывести в окупаемость свой бизнес. Ну, там, если в Нью-Йорке 8 лет это нормально, то у нас 3 года это кошмар. Да, понятно. Спасибо за развернутый ответ. Напомню, это был Максим Левси. 65, 10, 99 и 6. Устраивают ли вас московские рестораны и чего вам в них не хватает? Григорий. Добрый вечер. Добрый вечер. Отвечая на ваш заданный вопрос, чего не хватает, я только слегка, как хочешь, вопрос, что в цен, конечно, поэтому уже многие об этом говорили. У вас радио там не работает? Не выключите фонит? Нет, нет, нет. Так, так лучше. Да, лучше. Касаясь вопроса цен, все очень просто. При средней зарплате, согласно расстату, 30 тысяч рублей, это конец прошлого года, средний чек в нормальном ресторане в районе полутора тысяч, мне кажется. Это неправда. Говорит многое, разве 4. Поэтому я сразу скажу так, чего не хватает точно, так это, пожалуй, некой преемственности, что ли, в развитии ресторанного бизнеса. Потому что, насколько мне известно, я за все это время, что живу, так и не смог найти для себя то место, тот ресторан, тот конец, который хотел выходить постоянно на протяжении всей жизни, как в принципе, скажем, в той же Европе, где рестораны семейные, рестораны с чьими поколениями, в них ходит один и тот же контингент, они очень хорошо друг друга знают, становятся какими-то постоянными клиентами. Здесь, к сожалению, это отсутствует, как класс, наверное, потому что я, честно говоря, не припомню, чтобы, не знаю, последние 10 лет, например, какой-то ресторан не поменял бы свои политические сновой, политические меню, например, да. Мне кажется, в этом проблема, что нет места, куда ты можешь, как говорят, приходить каждый вечер и чувствовать, что ты здесь не просто гость, которого хотят побыстрее получить чек, собственно, и проводить, принять следующее. Ну да, свой-свой-свой человек, некая такая домашняя, внутренняя, как это, знаете, там именные где-нибудь там в Баварии, там в пивных именные кружки у людей, которые еще передаются от их дедов, и вот там стоят по стенам стен, эти самые вот эти вот стеллажи, и там именные кружки с гравировкой, с медалями, и вот этой какой-нибудь кружке там может быть уже 60 лет. В третьем поколении кружка пьется в одном и том же месте. Не согласна, да, я смотрю, Галина? Абсолютно не согласна. Я, рестораны, открывшиеся, ни разу в жизни мне не пришлось переименовывать рестораны. Болгарский ресторан, открывшийся в 98-м году, работает до сих пор на том же меню, с теми же сотрудниками. Соответственно, у меня лично, я собственник ресторанов, которые не меняют свои названия, цены и концепты от 10 лет и даже более. Далее, я еще раз призываю всех открыться. Галина, вы все-таки исключение, надо признать, что вы исключение. Я думаю, что нам не хватает пророков в своем Отечестве. Мы так любим разговаривать о том, как в Европе все устроено, что или в Нью-Йорке, или где-то еще. Там действительно по-другому все устроено. Там действительно все по-другому устроено, поскольку и люди другие, и море у них есть. Если мы говорим о генеральном вопросе, чего не хватает Москве, не хватает ей море и солнце. Вот если бы у нас было море и солнце, и продукты были бы дешевле, и люди бы улыбались и так далее. Или давайте все-таки исходить из реалий нашего города и нашей страны. И реалии этого города рестораторам задаются. Рестораторы – это такие же люди, такие же бизнесмены, которые пытаются заработать, выполняя определенный функционал. Вводные типы размера арендной платы, солнечные дни в году, а также среднестатистической заработной платы моего потребителя мне заранее известны. Плох тот ресторатор, который умудряется при открытии своего проекта не рассчитать изначально своего потребителя и не знать его заработную плату. Ну понятно, да. Это просто поразительно. Никому не придет в голову открыть на территории той же Белой площади, где у среднестатистического сотрудника компании Pricewaterhouse заработная плата от 5000 евро. И еще масса сотрудников может взять ресторанные расходы на возмещение через свои западные организации. Никому не придет в голову продавать там некий комплексный обед за 100 рублей. Так или иначе, мы понимаем, что эти потребители требуют определенного качества продуктов, определенной скорости обслуживания, и за это мы готовы платить арендную плату такую-то, такую-то. При этом, открываясь в жилом квартале, в котором рядом нет ни одного бизнес-центра, точно так же понятно, что мы будем настаивать и политически требовать это сами от себя и от своего меню, от своих поваров в соответствии потребителю. Если бы ресторатор это не учитывал заранее и были настолько глупы, что они постоянно открывают что-то, невостребованное народным населением, то мы бы были давным-давно среди того самого народного населения, который ходит в качестве клиентов в чужие рестораны. Ну, давайте послушаем наше народное население, которое ходит в качестве клиентов. Кстати, тоже интересный вопрос. Сколько, по-вашему, процентов людей сейчас ходят, москвичей в рестораны? У вас есть какая, Дарья, вы как-то оценивали? Я думаю, не больше 10. Более 10%? Я думаю, да. Ну, я думаю, что эти 10% более-менее представлены в нашей слушательской аудитории. 65, 10, 99, 6. Устраивают ли вас московские рестораны и чего вам в них не хватает? Вероника. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, захотелось позвонить после предыдущего звонящего особенно. Немножко оспорить. Я считаю, что у нас в Москве очень много совершенно прекрасных ресторанов. И на самом деле... Я даже, вот скажу честно, иностранцев водила по ресторанам, итальянцев. И они мне сказали, что вот если закрыть глаза, да, и забыться, то совершенно не отличишь уровень кухни и, ну, в принципе, кухню. Как с Италией? В московских ресторанах. С родной Италией. В московских ресторанах, да, с родной Италией. Мамма миа. Мамма того. Называли... То есть есть рестораны, в которых мне итальянцы говорили, у нас хуже готовят, чем у вас. Но дешевле. Дешевле, да. А, но я не говорю, там разные регионы есть. Там вот в Миланом, там вместо Милана более дорогой город, да. Они говорят, да, дешевле. Вот. Потому я точно знаю, что я... Мне не стыдно просто даже с закрытыми глазами привезти человека там в любой новиковский ресторан. Ну, я не говорю, что там низкий уровень, да, там у Новиков тоже разные. Ну, скажем, там вок-кафе я приводила, в восторге люди были. Понятно. Потом есть совершенно прекрасное место, это Вильям, в которое надо там попасть за две недели. Понимаете, можно. Вот. Но кухня там тоже великолепная. И туда хочется приходить и приходить. Вот. Есть какие-то маленькие ресторанчики. Тут у меня в районе тоже недавно открыли. лондонский паб. Мне просто реально вот не хватало. Я очень люблю Лондон, и я очень туда завидовала. У нас вот прямо вот точная копия открылась. Тоже с прекрасной кухней. Понятно. Я считаю, что просто люди, если мало ходят и не знают, это еще не значит, что этого нет. Ну, Вероника, да. Тут еще, тут еще, да. Ну, понимаете, здесь... Спасибо за ваше мнение. Ну, просто действительно, мы уже говорили, что попасть в ВОК-кафе или в очень мало, если даже 10% москвичей ходят в рестораны, как считает Максим, то даже из этих 10% далеко не все могут себе, скажем, позволить визит в Вильямс и ВОК-кафе. Вот в чем проблема. Может быть, там и неплохо готовят. Вот. Но здесь... Вот, кстати, вот интересно, да, поднимает вопрос, я хотел, конечно, поговорить о феномене Новикова. Вот. Почему Новиков? Вот что такого Новиков открыл, что... в какую он такую жилу попал, почему он так адекватен нашему рынку? Дарья, у вас есть ответ на этот вопрос? И с другой стороны, вот скажем, да, Вероника, у нас так любит Лондон, почему так, скажем, объяснить тот, скажем, конфуз, который был с открытием Новиковского ресторана в Лондоне? Ну, конфуза там особого не было. Ресторан там прекрасно себя чувствует, и он собирается расширять дальше бизнес. Ну, была такая смешная рецензия «Гардиан». Ну, это бывает, да. Со всеми бывает, да? Да, ну, это как... Нет, подождите, я отвечу на вопрос. По поводу Новикова. Я очень хорошо отношусь к Аркадию. Я его знаю 20 лет, с 92-го года, своего первого ресторана «Сирена». Писала практически обо всех его заведениях. Он очень симпатичный человек, интеллигентный, хороший и так далее. Но я считаю, что вот грех за всё, что происходит сейчас с ресторанным бизнесом, лежит, конечно, на нём. Потому что Новиков оказался первым ресторанным магнатом, который воплотил в жизнь ту модель ресторанного бизнеса, которая вот кардинально как раз не соответствует тому, как это происходит в Европе. Он создал империю ресторанов. И дальше стали появляться другие аналогичные империи, когда одному человеку или человеку, входящему в состав, так скажем, тем или иным боком, принадлежит 15-20, ну, даже у Гали, которая по другую сторону баррикад, и вроде как она как бы по индивидуальному пошиву шьёт. Да, да. И то уже 9. Что мы имеем в Европе? Вот то, о чём говорят слушатели, то, о чём говорим мы, когда мы приходим в тапках, спускаемся на первый этаж своего дома, где наш же сосед снимает первый этаж и со своей мамой, тётей, братом и так далее, готовит еду для 30-20 человек из своего дома и соседнего дома. И выборы из 3-4 блюд. Он готовит 3-4 блюда от своей бабушки и мамы, и он получает, внимание, прибыль 2, 3, 4, 5, не знаю, тысяч евро. Но это вообще другие совершенно цифры и другие масштабы с тем, к чему привыкли наши рестораны и, как правильно Гали сказала, бизнесмены. Потому что это превратилось в Москве в довольно-таки серьёзный бизнес. Никакой немалый. Немалый ни в кавычках, ни немалый в буквальном смысле. И все, кто ступает на эту дорогу ресторанного бизнеса, они открывают рестораны один за другим. И начинается вот этот вот... То есть вот это Новиков задал этот имперский тренд. А с другой стороны, может быть, вот я не знаю, Новиковские рестораны, тоже что у вас, я часто читал, что он очень часто идёт как бы по течению. Стандартизирует кухню. То есть идёт какой-то вроде как... Определённый набор. А вот там появляется вот это вот московское. Потому что это бизнес. Вот вам бифстроганов, вот вам борщ, вот вам, так сказать, цезарь. Потому что он даёт людям то, что люди хотят. И он идёт на поводу у... То есть это абсолютный ширпотреб. Это вот... Ну это так, я не знаю, то, что в кино там, да, вот будет таким фильмом, где всё сделано вот только для того, чтобы заработать миллиард. Вот то же самое. Поэтому там есть и бифстроганов, и суши, и вот эта мешанина чудовищная, которая теперь называется «Московская кухня», за это тоже отвечает Аркадий Анатольевич. А что в эту мешанину входит «Московская кухня»? Борщ, рукола с креветками, суши, чебуреки, крабовая котлета. Бифстроганов. Бифстроганов, да. Ну, бурата с помидорами. Помидоры с крымским луком и с подсолнечным маслом, любимые тоже блюда Новикова. Очень люблю. И даже бутерброд с колбасой в ВОК-кафе. Вы помните, это был знаменитый хит. Это уже апофеоз того, что сделал Новик. Это уже, да, такой китч. Это уже постмодернизм. Это уже китч, это уже постмодернизм. Но это люди едят. И приходят туда вот тоже в шелках и в норках, и едят эти бутерброды с докторской колбасой, и запивают их кефиром. Понимаете? Это же ужас, что такое. Московская кухня. Московская жизнь, да. Московская кухня, Московская жизнь. Напомню, что в гостях у нас Галина Дувинг, Дарья Цивина, Максим Ливсе. Мы говорим о московской ресторанной жизни, о том, чем она отличается от европейской, западной ресторанной жизни. И вопрос, который мы задаем вам всем, наши дорогие слушатели, устраивают ли вас московские рестораны? Часто ли вы в них ходите? И если не устраивает, чего вам в них не хватает? 651099,6, код Москвы 495, и мы уйдем на небольшой перерыв. Добрый вечер снова. Программа «Археология». Вкусная тема сегодня у нас в эфире. Московская ресторанная жизнь. Устраивают ли вас московские рестораны? Часто ли вы в них ходите? И чего вам в них не хватает? 651099,6. Александр на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Знаете, так повезло в жизни. Я на три года уезжал, работал в Новосибирске. Повезло нам. Могу сравнить рестораны в Новосибирске и Москве. Надо сказать, не в пользу Москвы. В Новосибирске есть несколько крупных рестораторов. Они, наверное, будут круглым вашим известны. Это и Денис Иванов, и Владимир Пурковский, и Ян Скопин. У каждого из них есть несколько ресторанов той или иной темы. И, конечно же, надо сказать, в Новосибирске ходили гораздо чаще. Хотя, вот когда Вероника говорит, что ходят в НЕС, мне кто-то до этого сказал, что 10% только москвичей ходят. Но я думаю, что здесь зависит от круга общения, потому что в моем круге общение ходит 100%. Но просто вы входите в те самые 10%, которые ходят, и поэтому в вашем круге и ваш круг общения, наверное, да. Вот я могу сказать по Новосибирску, в ресторане, который, ну, вы, может быть, не были в новосибирских ресторанах, но ресторан уровня «Белый кролик» в Москве, или квадрата, или такого же диапазона, да, очень-то высокого, средний чек у нас выходил с женой без вина, конечно же, 3000 рублей. А в Москве это, ну, и у вас деньги сходить в ресторан, просто нет такого, таких плюс, которые бы хотелось посвятить, как высокая кухня. Вот. Из-за того, что в Москве не устраивает, знаете, очень сильно упал уровень обслуживания в ресторанах всех, всех ценовых категорий. Наверное, это связано с тем, что некогда учить официантов, или высокая текучка, но вот пренебрежительное отношение, попытки неоднократно, вы замечали, ставить в счет незаказываемые блюда, ну, медлительность, наверное, это уже худшесть Европы могли. Московский сервис. Да, нет, Московский сервис, уважаю вас, в тех же миланских ресторанах тоже, особенно, не торопилось. Мы же не понимаем, что когда приходим в Париж, и там, конечно, у нас за каждым стоит отдельный ресторан, и еще отдельный ресторан, отдельный вино, ну, и, конечно, это стоит другие. Понятно. Хотя для Москвы, наверное, смешно. Вот вы удивитесь, что 5-звездочный ресторан в Париже это на двоих 200 евро. Без вина. Я еще раз говорю, без вина, я всегда подчеркиваю, потому что вине нет. Ну, ясно, да, тут уже может варьироваться до космоса. А две больших ресторанки к московским ресторанам, неоправданная, неоправданная для карагаризма, и качество обслуживания именно со стороны ассистантов. Ясно. Спасибо. Спасибо, Александр. Вот такое вот просвещенное мнение сравниваем и Новосибирск и Париж, французского с Нижегородским, французского с Новосибирским. 65, 10, 99 и 6. Устраивают ли вас московские рестораны и чего вам в них не хватает? Павел. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, какое дело. Я часто хожу в рестораны, каждый день фактически. Я же не с обеду, периодически хожу там с девушкой или хожу по работе. От средних и до, в общем, до самых дорогих. У меня, помимо обслуживания, вопрос, два момента, которые непонятны в российских ресторанах. В первую очередь, средняя категория. И привет, владельцы Байгу Марта. Я там тоже был не раз очень симпатичный. Привет. Но вопрос следующий. И это, кстати говоря, я тоже жил за границей несколько лет. И я вижу по людям, по нашим, которые бывают, попадают за границу. Вопрос, почему у нас такие, в общем-то, маленькие порции. Мало еды дают в российских ресторанах. О, Господи. Потому что... Кстати, да, Павел, абсолютно согласен. Точно-точно. Тарелки даже маленькие, да. Но получить за это нормальную порцию. Стоит, что они сезжают за границу, такой, о, сколько яиц есть. Это первый вопрос. Второй вопрос насчет продуктов. Я согласен, да, качество продуктов можно хватать, они могут быть дорогие. Но, ребята, почему нет воды? Почему я должен сюда пить этот бутилированный виан там или перье? Да-да-да, по 200 рублей бутылка. Сравнимый, сравнимый с этим, что там новотерская какая-то хуже или архив, там, не знаю. Вот эти вещи мне непонятно. Павел, отличные вопросы. Действительно, вот по поводу порции. Вот я тоже замечал, меньше гораздо порции у нас. Но никогда не меня... Меньше порция, больше прибыль все очень. Ну да, но неужели все так... Мне кажется, да. Топорно. Такую тарелку, как мне в Италии дадут пасты, да никогда. Да там еще мне добавку понравилась. Вот тебе добавки. Еще навалят еще одну такую же тарелку. За те же деньги. Могу? Да. Ответить, как ресторатор. Как ресторатор, да. Первое, это то, что откуда у нас в обществе есть представление о рестораторах, как о неизбежных миллионерах, и почему в таком случае каждый не идет в профессию владелец ресторанного бизнеса. К сожалению, мы сегодня поднимаем тему о суперприбылях ресторанного бизнеса, забывая о том, что открытие нескольких ресторанов могут себе позволить лишь успешные рестораторы. А чтобы добиться успеха, надо правильно рассчитать своего потребителя, причем на 5 лет вперед, зная его заработную плату. И рассчитать размер порций. Не только. И постучковаты. Простите, я хочу сослаться на сказки о дельфинах, о том, что дельфины выносят людей на берег, потому что эти люди, которых они вынесли на берег, они живые об этом рассказали. А вот молчат те, кого дельфины вынесли не на берег, а в совершенно противоположную сторону. И то же самое, бесконечное рассуждение о сверхприбылях ресторанов приводит к тому, что претензий к ресторанному бизнесу гораздо больше, чем к любому другому. Почему-то, работая на своей работе по-разному, весьма по-разному, тем не менее 100% жителей, приходящих в рестораны, требуют от них соответствия Европе. Мой вопрос в ответ, а почему в таком случае вы сегодня днем, производя свой русский товар, почему-то сделали его хуже, чем в Европе? Как я могу отвечать за всех и быть буфером между вами и вашим потреблением, как в Европе, а не отвечая вообще за всю экономику страны, за ее правила игры? Хочу вам сказать, что размер порции – это далеко не то, на чем ресторатор делает деньги. Более того, в ряде ресторанов и в той же Бабе Марте, о которой мы сегодня уже дважды говорили, вторая порция супа бесплатна. Более того, в моих ресторанах до 8 лет люди едят бесплатно. Более того, хотите получить бесплатно вторую порцию – welcome, об этом написано на барной стойке. Если вы заказываете это все на барной стойке, пожалуйста, получите вторую порцию. Пожалуйста, господа, не нужно переживать о размере порции, если вы с этим согласны. К сожалению, маленькие размеры порций касаются только исключительно качественных и дорогостоящих западных продуктов. Вот там действительно ресторатор не может положить трюфеля или специфического продукта больше, чем это требуется. Есть вторая причина, по которой порции кажутся меньше, чем в любимом ресторане в Италии. Я мечтала бы иметь в своем ресторане три блюда только и каждый день их менять. К сожалению, в Москве это невозможно. А вот почему, да, вот может мне кто-нибудь еще объяснить, почему действительно сколько раз я на Западе были такие небольшие рестораны, которые мне нравятся. Вот и легче же выбирать. У тебя два супа на выбор, скажем, и три вторых на выбор. И два десерта на выбор. Есть ответ, есть ответ. Я пыталась создать эту модель и продумала ее, просчитывала. К сожалению, мы настолько разнообразные живем в таком городе, в котором всегда найдется четвертый, которому нужно четвертое, пятый, которому нужно пятая, и шестой, которому нужно шестой. Но просто это вам москвичи не наелись, что ли? Дело не в том, что они не наелись. Когда вы сравниваете нас с великолепным итальянским рестораном, ответ, почему там вкуснее, заключается не в том, что там вкуснее, а в том, что вы на отдыхе. И в том, что там есть солнце. И, безусловно, креветки на берегу моря гораздо вкуснее. Ну, это здесь я, да, соглашусь. И более того, про размер тарелок, господа, ну, это вообще смешно. Самих тарелок, потому что мы их закупаем за рубежом, и они для России не делаются меньшими. Ну, не делаются просто. Ну, они берут у нас. Нет, Галин, вот я здесь в очень многом с вами согласен. Насчет тарелок я скажу, они действительно меньше, но это, я думаю, даже не то, что какая-то жадность рестораторов. Это культурная норма у нас. Вот вообще сидя даже за столами. У нас вообще все маленькое. У нас маленькие кухни, у нас маленькие плиты с маленькими конфорками, у нас маленькие холодильники. И в том числе у нас маленькие тарелки. Да, возьмите среднее российское застолье. Сидят люди, тесно, плечом к плечу, за столом, маленькие тарелки. И на этой тарелке уживается салат оливье, кусок курицы, кусок холодца, тут же разлитая рюмка водки. Все это на этой маленькой тарелочке. Подайте вы большие тарелки какие-нибудь, вот пасту из каких-нибудь огромных тарелок. Нет, никогда. Да, у нас вот это, как у нас на кладбищах тесно, и на столах у нас на обеденных тесно. 65, 10, 99 и 6. Устраивают ли вас московские рестораны и чего вам в них не хватает? Светлана Юрьевна. Здравствуйте, Кер. Вы знаете, чего не хватает? Вот я скажу, я, может быть, не так часто бываю в ресторанах, но везде, вот когда я была здесь, сравнивая с ресторанами итальянскими и немецкими, я была и там, и там. Вы знаете, там тепло. Вот там ты пришел, и ты вот как единственный гость. У нас обслуживание, они скорее, потому что они ждут уже следующего, они уже думают, как следующего они будут обслуживать. Ты не эксклюзив для него. А в итальянский приходишь ресторан и приходишь как к родственникам. Даже если ты там первый раз, то есть таким теплом тебя окружают, что дома такого тепла не получишь. И от этого паста просто с помидорами, она вкуснее трефелей. Это первое. И второе. Это тепло в немалой степени во многих местах создается тем, что я могу туда прийти со своим курсхаром. Понимаете? И будет стоять мисочка с водой около ресторана, и как только появляется моя собака в ресторане, ей тут же приносят мисочку воды и мисочку еды. Понимаете? Это вот мелочь. Но эта мелочь, она настолько показательна, понимаете, надо теплыми быть. У вас может быть 9 ресторанов, у вас может быть 90 ресторанов, но если у вас один ресторан, вы только так будете относиться к своим клиентам. А если у вас 9, у вас слишком много клиентов, чтобы вы каждого своим теплом объяли. И надо выходить к клиентам, надо выпить с ними, надо... Вы понимаете, как-то... Вот вы сравниваете наши рестораны итальянские, да это сравнивать нельзя. Ладно, можно, можно, Светлана, Светлана. Очень убедительная вещь. Раскрою карты, это моя мама, которая дозванивается в эфир. Видимо, нет, свою ошибку признаю, я не водил. Да, Светлана Юрьевна, мы не были в тех ресторанах, в Москве есть рестораны такие, вот где и выходит хозяин. Вот у меня рестораны, вы можете прийти с собакой, вам подадут мисочку не только воды для вашей собаки, но и еды для вашей собаки, понимаете? Но они, конечно, все-таки исключения. Это раз. Все-таки это исключение. Но в Италии в магазины пускаются собаки. Там вообще к собакам относятся, как к детям. Поэтому у нас мисочки и для воды, и для еды для собак. И, во-вторых, я выхожу к гостям, я с ними не пью, поскольку вообще не пью, но, тем не менее, количество ресторанов и внимание гостю никак не зависит от того, внимание гостю, которого я добиваюсь от своего персонала, уж никак не зависит от того, сколько у меня ресторанов. Не обязательно быть тем, кто готовит пасту и одновременно гладенцем. Понятно, что Новиков не может в свои 60 ресторанов обижать и выпить с каждым клиентом. И Гусев не может, и Гинза Проджект не может, и так далее, и так далее. Ну, понятно, конечно, когда ты... Вот я мечтала бы сама лично открыть ресторан, но просто я понимаю, что в наших условиях, и дальше мы вспоминаем про аренду, про все инспекции, санитарные, пожарные. Ой, это вообще не проблема в ресторанном бизнесе, забудьте. Да, эти самые структуры. А вообще, вот если человеку энтузиасту, ну вот есть какая-то минимальная цена входного билета, вот есть какая-то гениальная идея, есть фантастическая группа людей, горячее желание открыть какой-нибудь там, мы не знаем, моноресторан с небольшим количеством блюд, есть хорошие поставщики продуктов. Это возможно? И какой, скажем, такой минимальный входной билет будет на это? Галь, скажи. И не на белой площади, и не на красной. Да, я просчитывала минимальный модель бизнеса, и то, что я называю лего-модель, то есть минимально до одного кусочка, откуда вы можете стартовать и зарабатывать деньги, просчитывала это достаточно серьезно, я считаю, что обыкновенного потребительского кредита совершенно достаточно для того, чтобы начать стартовать в ресторанном бизнесе. Другой вопрос, что первый проект, в нем вы будете работать, я думаю, ну от трех миллионов рублей вы могли бы приступить к этому бизнесу. Я думаю, что это нереальный цифр. А я уверена, что это реально вопрос только в формате, у вас не получится одновременно удовлетворить все свои мечты, и выходить гостю, и готовить три прекрасных блюда, и работать на фермерских продуктах. Да, придется начинать с чего-то компромиссного и потихонечку, потихонечку, потихонечку двигаться. За ресторанным бизнесом стоит колоссальный труд и колоссальный просчет. 99% рестораторов уходят с рынка, так и не став рестораторами, и не имею права так называться. 99%, потому что в основе существования ресторанов и его развития как раз потребитель. Остаются на рынке именно те, кто популярен, куда ходят люди, потому что если ты не популярен, и к тебе не ходят, и ты не устраиваешь, значит, ты с рынка уйдешь. Если у нас в городе ресторанный бизнес продолжает существовать, и рестораны продолжают именоваться так же, как они именовались и 5 лет назад, и 6, и рестораторы продолжают работать, значит, эти рестораторы молодцы. Они делают достаточно верные просчеты, и наш потребитель за это планирует. Галь, но Дарья Донцова печатает по книжке в год, да, и все читают, и в восторге, но она же не писатель, а кто-то сидит и пишет там по 4-5 лет один роман, и он писатель. А его, может, вообще никто не знает, или узнает там тысячи его читателей, которые в тираж выйдет. Максим, а вот вы согласны с этим мнением, что вот этот входной билет за 3 миллиона рублей, и в принципе, можно начать? Может быть, даже с малых, вот, скажем, ваши закусочные. Сейчас в нашем сегменте явный тренд ко всем местам с лицом, явный тренд к тому, чтобы сетевым проектом как можно усложнять дорогу выхода в каких-то местах. Поэтому среди моих знакомых, которые стали, я не назову их, рестораторами, которые открыли заведение, они успешно работают. Я думаю, там даже и меньше 3 миллионов рублей людям понадобилось. Другое дело, что, понимаете, тут вопрос. Если у тебя не было 3 миллиона, и ты взял это в кредит, и если ты в случае неудачи своей, для тебя это потери очень большие, то есть риски определенно большие, да, чем нежели ты, допустим, ресторанные группы, там, у тебя там, ты, Новиков, он же говорит, я не ресторатор, а я предприниматель. Какой нафиг ресторан? Если там у тебя один из 60 ресторанов не упал, ну, как, допустим, случилось у Делоса в том же самом пресловутом Нью-Йорке, то ничего страшного не произошло. А если ты молодой человек или там семья открыли ресторан, привлечая 3 миллиона рублей, и думали, как там дачу купить или ресторан, и у тебя что-то не получилось, то для тебя это действительно трагедия. Ну да, отвечаешь уже своей квартирой, своим имуществом. Обязательно, вот, Светлана Юрьевна, да, ваша мама задала вопрос, она права от той части, мы действительно, вот, как Галина сказала, срез того общества, которым мы просто видны обществу, да, с чем мы сталкиваемся, причем мы не найдем больше всего гаишников, потому что мы с ними сталкиваемся, то же самое с ресторанами мы сталкиваемся. То есть мы когда открывали кафе за границей, уже устало говорить в Нью-Йорке, мы просто написали, кто нам нужен из персонала, мы там в подъезде дома написали, good looking people, да, и на следующий день пришло там на собеседование 30 человек, которым просто, которым не надо было объяснять вещи, которые нашему официанту приходится объяснять. Мы им говорим, надо все время улыбаться, говорить спасибо, говорить приятно, спасибо, когда берешь деньги, приятного аппетита, когда отдаешь еду, и воровать нельзя. Они вообще были в шоке. Ну правильно, потому что он нанятый, понимаете, а если бы он был вашим сыном или вашим братом, то ему бы ничего не надо было объяснять, он бы улыбался так же, как вы, потому что пришли гости к вам в ресторан. Ох, нет. А у вас не такой брат, а не такой сын. Ну что здесь брат? Я знаю пример сандунов, знаете, как там все братья-сваты. Нет, сандуны мы не рассматриваем. Друзья, ну здесь уже, к сожалению, время наше подходит к концу. Здесь вот я хотел ухватиться за эту мысль Максима, потому что действительно это отражение того общества, в котором мы живем, да, не лучше и не хуже рестораны. Ну вот, какие есть, такие и есть, но, по крайней мере, появляются те рестораны, те, так сказать, рестораторы, которые здесь у нас. Галина Дувинг, Максим Ливси, Дарья Цивина, ресторанный обозреватель газеты «Коммерсант» я, Сергей Медведев. Ну что ж, давайте попробуем из ресторанов улететь в космос.